Доброе утро, Тихонович. Да доброе утро. Тут у меня, оказывается, звук был отключен. Я жду, жду, жду. Ну, давай, дорогая, рассказывай. Так, только что позвонила, вот буквально две минуты назад. Её зовут не Эми, её зовут Марго, но это не важно. Одним словом, хозяина сейчас нет дома. Я разговаривала с женой, Марго Митчелл. Она очень обрадовалась. Так, это, посмотри, ушла голова вот так, посередке, во. Хорошо. Да-да. Так, я с телефона, я с телефона говорю. Так, я начала с того, что я сама русская, вот уже в Америке давно, и интересуюсь теми людьми, которые, американцами, которые хотят поехать в Россию. Как бы её зацепило. Вот. От неё информация следующая. Они несколько лет имеют, ездят, они уже не один раз были с кем-то. То есть у них есть знакомые, на которые они выходят в Россию, ездят. И вот какие-то знакомые купили, конечно, вот, оформили на своё имя, какие-то русские оформили на своё имя эту землю, какие-то там большие гектары. Я тут же напугала, не то, что напугала, а сказала ей, что ведь очень большая мафия в России, как вы рискуете огромно, отдав деньги и не имея, так сказать, права на эту землю. Она согласилась, что это большой риск, но как бы у них нет выхода. Дальше я, это был хороший повод перевести всё на вас. Я, конечно, рассказала немножко, что кто вы и что вы, сколько лет мы с вами знакомы, и что какая у вас деревня. Вот, и в вашем возрасте вам нет никакого смысла обманывать или обкрадывать, потому что уже близки, как сказать, к следующей двери, которая откроется. Вот, хорошо, ей это понравилось очень. Поэтому следующее... Так, сейчас я не собьюсь. Первое. Мужа её сегодня нет дома, а он где-то в разъездах. Дальше она с интересом прослушала всю историю про вас, я всё рассказала, более-менее историю Потеряевки, что это была Потеряевка, потом разрушена, и вот в 27-28 лет с нуля всё восстанавливали, и какое-то сегодня уникальное, единственное в России место, это я уже точно гарантировала, единственное в России место, где полноценная христианская жизнь. Небольшая община, очень строгая, я всё сказала, ваши правила, что без разрешения нельзя, что только там не курить, так сказать, не пить. Вот, и эти все длинные юбки, эти бороды только, всё я объяснила, и это также понравилось очень. Но, тем не менее, живая деревня, фермерская, школа есть, церковь есть православная. Опять ей понравилось. Я подчеркнула, что у вас главное полное погружение, вот ради чего приезжают люди из всех стран. Опять ей это очень понравилось. И тут это был повод у меня спросить, а вы православные? Она ответила, вас это огорчит. Неделю назад они крестились в православной катахумене. Вот я не знаю, что такое православная катахумена у нас здесь. Может быть, вы знаете. Я не стала выспрашивать. Но, в общем, это для вас сюрприз, потому что у нас здесь миллионы всяких динаминаций, а может быть и 10 миллионов. Каждый исповедует по-своему, верит по-своему. Это вот наша норма, к сожалению, сегодняшняя. Вот. Неделю назад они, так сказать, стали православными. Ну, вот так. Вот всё я вам как будто бы её всё заинтересовало. Я сказала, давайте вы мне посылайте вашу электронную почту, там или WhatsApp, чтобы я вам посылала фильмы, пока они не, так сказать, на русском, но в основе вы многое поймёте сами. Действительно, в ваших фильмах многое можно понять о хотя бы по одним картинкам, по одним лицам. А тем более у вас там есть и даже фото, вот зима в Потеряевке, чудесные фото, где много детей катаются на санках. Это то, что ей надо. Её зацепят. И она ещё раз сказала, боже мой, мы же едем в никуда. У них эти гектары, просто гектары, в поле. Вот. И она это и подчеркнула, что вы покупаете в поле где-то. Кстати, недалеко от вас. Тоже где-то в районе 200 километров от Барнаула. Только в какую-то другую точку. Южно-западную, кажется, точку. Вот. А у вас вдруг такая живая, активная жизнь, наполненная детьми. Это огромная разница. Поэтому вот вернётся муж, они должны это обсуждать. Короче, она мне пошлёт всё это, ну, наши и скайп, и ватсап, и имейл. Вот. Пошлёт мне всё это. Я ей буду сбрасывать фильмы все ваши потихоньку. Пусть там, как хотят, пока разбираются. Просто знакомиться с вами образно. С вашим миром, с вашими людьми. Вот. Ещё хорошая и последняя новость. Это уже прошу ваших молитв. Этот Стив приезжает домой. Сегодня же у нас Рождество западное. Значит, он приезжает домой завтра-послезавтра. И через неделю Баффалу нашу, где я живу, у нас, это Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, и Стив с сыном старшим едет в Нью-Йорк. Через неделю. Не куда-нибудь, а в эту семинарию. Святого Владимира семинарию, которое готовит священников для ОСЕЙ, православной церкви в Америке. Там вот преподавал же отец Александр Шмеман, надеюсь, вы знаете. Да. Вот. Да-да-да. Поэтому они едут туда, в эту семинарию. Я уж не стала выяснять, что и зачем. Но просто говорю, слушайте, это повод ему обязательно заехать ко мне. Это же всего 7 часов на машине или меньше часа 40 минут полёта. Это, может быть, сам Господь так устраивает. Если у вас будет интерес, у вас и у вашего мужа серьёзный, всё пересмотреть, передумать, потому что, если я увижу, так сказать, мы пообщаемся вот так за столом, рядом, то я, конечно, уже покажу больше материала и больше всё объясню и переведу. Вот. Это ваш выбор. Скажите вашему мужу об этом, так сказать, об этом шансе, об этой возможности. Так, 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 так. Что ещё? А, и последнее. Я, конечно, почему я с вами вышла на связь и почему мне интересно узнать, как же вы, не имея гражданства, покупаете землю через какого-то вашего знакомого, очень хорошего знакомого. Я сама много лет не могу вернуть своё гражданство. Поэтому, может быть, в этом смысле мы, так сказать, будем идти одним путём, искать пути, так сказать, обретения гражданства. Ну, вот так. Вот наша беседа. Благодарю. Спасибо, Христос. А теперь где-то себе пометьте, чтобы не забыть, когда будете говорить, самое главное, три пункта, на которые скажите. Скажите, вы совершенно не знаете состояние народа. К вам будут относиться будут как к источнику, где что-то можно своровать. Я сказала уже в самом начале, что я не знаю, кто ваш знакомый русский. Так, не уплывайте. Посередине держитесь. Поверните вот так. Посередине. И повыше маленькое. Так вот. На это, не опускай себя ниже, а то совсем не будет видно. В этом деле показать, что воспитание детей у вас, главное, это дети. Дети. Теперь вы верующие. Скажите, что наша община, она единственная такая, вся миссионерская. Я бы всё объяснила. Я был в Америке, там много ездил тоже. Я в Америке-то был. Где? И меня епископ, который сейчас Иларион Капралта, возил на беседу с баптистами, там несколько часов ехали. Теперь. Ты на Атшибе. На Атшибе тебя никто не знает. Кричи, не кричи. Здесь ты внутри поселения, и твоя скотина при тебе. А тут так встают, одна требуха лежит. Корову вытащили, овечек вытащили. И знаете, ты прямо внутри деревни живёшь. Рядом, может быть, ну, кого тут? Метров 200 там от храма. Всё на глазах. У вас достаточно материала, видео и фото, которые показывают в вашей деревне. Дети там катаются на санках. Это всё очень ярко. Это сыграет свою роль. Да. Говорю, может, она мне сейчас уже послала все свои координаты. Вот это, я хотел сказать, вот когда я скинул у вас там, где наш сайт, форум, и там ссылки на них, там фотографий много, там не надо языка никакого. Он увидит, как со скотиной, как с детьми, как в церкви. И на моём мире 22 тысячи фотографий. На фотографии. Вы-то могу говорить. Да, ей просто скинуть, да. Всё, пошлю. Вот. Она очень удивилась и обрадовалась. А вы меня видите, нет? Подробно. Понятно. Я подробно рассказала об истории вашей деревни и о том, что там существует школа. Да. Государственная школа. А начинают с молитвы каждый урок? Девять. Девять. Но самое главное, школа и церковь в маленькой деревне. Это очень, так сказать, должно подействовать. Это очень ясно. Так, послушай, Лидия, когда там написано как-то православное катаката, может быть, катакомбное? Так, а мы нас как раз таким... Нет. Нет, не катакомбное. Катахумена. Ну, это... Ладно, пустое. А вы меня не видите? Вы меня не... Вам меня не видно? Нет, не видно. А почему? Это то, что с телефона, да? Нет, вчера я вас видела. Это вы там не включились. А я что не включил? Я все включил. Нет, нет, нет. Вчера я вас прекрасно видела, а сегодня... Так надо было сразу сказать, там переключили. Ладно, у меня тут подошла вплотную, и Надежда Васильевна смотрит на вас. Знакомься, пару слов скажи. Помаши рукой. Ну, включите, переключите на видео, Игнатики. Да как... Володя, переключить на видео. Как на видео? Что? Где начать? Ну, значит... У вас звук есть. У меня включено все. Может... Нет, ничего, не включено. Ну, давайте повторим. Я сейчас отключаю. Нет, не надо, подождите, подождите. Давайте все закончим, а тогда повторите, чтобы у меня был один ролик. Так... Так... Ну, я не знаю, что, Володя. У меня включено. Я вам все сказала. Я обещала вам, так сказать, доложить. Вот две минуты назад я с ней разговаривала, и вам немедленно докладываю. Понятно. А ваш штат как называется? Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Вы в Нью-Йорке, да? Да. Город Баффало, штат Нью-Йорк. Понятно. Ага. А что же у них старший сын-то с ними не собирается приехать? Это я не... Это уже другая тема. Я пока не выясняла. Тут дело-то в теме, что одному-то будет исключительно тяжело. Еще будете говорить, скажите, наш фермер, у него где-то 200 гектаров земли, примерно 200 гектаров, и у него сын только что закончил университет, и, видимо, с отцом сейчас работают. Надо там склад, он на глазах все, что достать, как коров доить, электричество, все подведенное, главное-то... Игнатий Тихонович, дорогой, вы сейчас тоже выглядите как ребенок. Ну. Вы как ребенок рассказываете об этих вещах, которые пока им неинтересны. И поймите, что они уже заплатили какую-то сумму, какие-то, наверняка, немалую сумму... Повыше голову, повыше держите голову, повыше, вот так, вот так. Хорошо. Они, наверное, заплатили немалую сумму, чтобы какие-то там гектары купить, поймите. И сейчас ведь им надо еще это все осмысливать, передумывать, как от того отказаться и двигаться в другую сторону, в вашу сторону. Это очень серьезно, поймите. Так что не надо пока их как бы заманивать и соблазнять всеми плюсами вашей деревни. Надо разобраться в их ситуации. Меня больше волнует, и я вчера это говорила, почему они вдруг так, так сказать, пошли тратить деньги. Для американца это очень-очень, как сказать, нетипично. Тратить деньги через какого-то подставного человека, не имея языка, значит, не понимая ничего, ни одного закона, это очень странно. И они уже готовы были ехать в какую-то пустыню. Эти гектары где-то в пустыне. Нету никакого жилья. А у вас все рядом. У вас рядом 150 километров не так далеко. Они одни, как говорится, задушат ночью, и кто-то знать не будет, через неделю тебя узнают. Поэтому я говорю, мне сначала надо как-то им немножко прочистить мозги, чтобы они осмыслили свой поступок, уже совершенный. И могут ли они это все назад, так сказать, двериться. Вот. И мне главное, помолитесь ради Бога, если этот человек, Стив, едет в Нью-Йорк, и потом ко мне завернуть. Если они такими деньгами разбрасываются, эти гектары покупают гигантские, то сюда мне, ну, какие-то 500 долларов. Сегодня, конечно, дорогие билеты по поводу праздника. Это их выбор. Еще повыше голову делайте, вот так. А то у меня уползет. Они ко мне бы завернули. Понятно. Да, и мы бы лично обо всем поговорили и повторили не один раз. Ну, вы по голосу ее как определили? Не обманщики? Нет, нет. Нет, она очень симпатичная по голосу. Очень, в общем, симпатичный человек. А по скайпу вы не могли с ней поговорить? По скайпу? Буду, буду, говорю вам. Ну, вы прям, говорю бы опять ребенок. Вам все сразу немедленно. Ну, ладно. Вы только запишите разговор, запишите, заранее подготовьтесь, чтобы... Поэтому это была проверка. В следующий раз я обязательно запишу. И потом, если получится контакт живой с этим, с мужем, тоже все будет записано. Так, попросите, если у вас никого нет, чтобы был ролик, и мне сразу перешлите. Хорошо, буду стараться. Так, теперь давайте о вас поговорим. Если они согласятся, вы скажите, что вы можете поехать с ними как гарант. Я сказала все, что я вышла на пенсию, я пенсионер, и поэтому хочу закончить свою жизнь на родине. И хлопочу об этом. О возвращении гражданства. Но не получается. Сегодня законы жесткие. Отбирают американское, а вместе с ним отбирают мою пенсию. И в этом абсурд, и тупик. Понятно. Поэтому пусть она тоже об этом. Слушай, по их поступку. Они совершили глупость. Главное... Они из-за гражданства купили землю на чье-то другое имя. Это гигантская ошибка. Я ей повторила это не один раз. Надеюсь, она будет думать и обсуждать это с своим мужем. А по голосу вы не определили? Она не мужа под каблучника держит? Нет. 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 Не так трудно, не так легко, конечно, понять сразу. Очень симпатичный, приветливый голос. Но, говорю, меня больше напрягло Игнатий Тихонович, что они только в православие неделю назад вступили. Понимаете? В этом есть какой-то инфантилизм. Американцы очень инфантильны. Бывают вот в смысле, так сказать, религиозных движений. Инфантилизм. Понимаете? Да, конечно. Детский разум. Да, такой мелкота. Нету глубины. Да. Вот это меня очень удивило. Я не знаю, не спросила. Или она не сказала. Когда они, как давно не купили эту землю? Как давно? Не сказали. И о деньгах вообще здесь нельзя говорить. Это такой табу. Боже, сохрани. И не сказала, значит, как давно купили. И не сказала, как часто они ездили в Россию. Он или они вместе, не знаю. И откуда у них эта идея? Так спрыгнула. К ним в голову, в Россию. Вот это все мне хочется уже с мужчином. Так, голову не опускай. Повыше, а то он у меня уползет. Так, теперь, когда будете еще с ней говорить, то пускай он узнает. Если ему понравится, все у нас подойдет. Землю-то ему разве нельзя продать? Ты что, который... Я скажу вам еще раз. Я ее заинтересовала. Опять, вы много хотите от первого разговора... Да нет, я узнать просто для себя. Я вчера об этом молился. Она очень... Я ее очень зацепила, когда сказала, что вы странный выбор сделали. Не зная языка, ехать в какую-то пустыню, где нет никого. Как там адаптироваться, пускать корни. А здесь живая, активная деревня. Которая, чтобы вам помочь быть вашими братьями и сестрами во Христе. Ну, разница, правда? Так, они каждый день здесь будут с русскими общаться-то. С русскими, которые одинаковы с ними. Они будут язык быстро усваивать. Обычай и все. Одним словом, для первого звонка я ей дала очень много информации. Подумать. Она сказала, что ее очень-очень это заинтересовало. Очень. Посмотрим. Хорошо. Если выйдут на прайс, значит все, как Бог устроит. Конечно. Если выйдут на прайс, значит будем дальше продвигать. Ну, теперь, слушай. Я уже давно молюсь с такой молитвой. Господи, пошли добрые жители с детьми, запятая. Сохрани нашу школу и расширь пределы общей. Вот такая молитва у меня. И я вчера подумал, не ответ ли это на мою молитву. Это в общем дело. Господь призабильно дает. Обычно едут один-два ребенка, а тут сразу 14. И кроме того, это вот опять, что сегодня Рождество. Понимаете? Да. Как-то все так. Так, не уползай вниз. Не уползай. Тоже не видно. Так, все сказали? Все сказали. Теперь фокус вашей молитвы на то, чтобы у этого Стив была возможность и желание ко мне приехать и поговорить обо всем уже глаза в глаза. Так, а теперь Митчелл это фамилия его или псевдоним какой-то? Митчелл фамилия. Митчелл это фамилия. Да, это посредник. Митчелл с этим именем заполнен интернет. Разные брокеры в разных государствах. Митчелл, Митчелл. Это очень популярное имя здесь, как у вас, Иванова, Сидрова, Петрова. Вон как. А перевод напоминает на то, что посредник. Нет, нет, нет. У нас фамилия не переводится. Стив, я вам сказала, Стив это Стейфан, Степан, вот так. Ну, это я догадался сразу. А Митчелл сейчас посмотрел в интернете. Это организации называются этим именем, притом в разных государствах. Я говорю, это очень, как российская Петров Иванов Сидров. Ну, понятно. Так, сейчас все сказали? Все сказали. Так, сейчас выключи и через, сразу же, ну, может, через полминуты опять попробуй зайти. Хорошо. Мне охота, чтобы видели нас. Давай, с Богом. Так, ну, что теперь сказать? Лида Муранова. Так, я опять себя вижу, а вас нет, Игнатий Дихонович. Да как же так? Снова отключите, что-то не так. Володя, подойди сюда. Это у вас, у вас включайте все. Ну, смотри, вот она. Ну, у нас-то все работает. Что, кого включать-то? Ну, что здесь, смотри. Ну, сделайте перезагрузку, что ли, я не знаю, что еще надо-то. У нас все работает, глазок работает. Так, а что перезагружать-то? Компьютер? Компьютер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все. Она не видит меня. Так. А у вас там видео, у вас видео там не перечеркнуто внизу, глазок? Нет. У меня все работает. У нас тоже все работает. У нас все работает тоже. Интересно. Тут звонили, я не знаю, вчера откуда звонили. Такая хорошая беседа тоже была вечером. Ну, что сказать. Меня это заинтересовало. А ну-ка, через 5 минут, через 3 минуты, если я перезагружу компьютер, может это? Нет? Баба, пусть и вы меня вызвать. Вы меня вызовите. Ну, ладно, я... Давай-ка. Ладно, отходите. Все, отошел. КОНЕЦ